13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и сегодня особое мнение заместителя председателя Союза журналистов Кировской области Елены Урманская. Елена, добрый день. Добрый день, Светлана, добрый день, уважаемые слушатели радио «Эхо Москвы». Ну, ты знаешь, я не планировала, но придется, поскольку развернулась такая бурная дискуссия после выхода пресс-релиза от правительства Кировской области под названием «Прямая речь». Пресс-релиз поясняет слова в Рио губернатора Кировской области Игоря Васильева, слова, которые он произнес на круглом столе с главными редакторами СМИ, мы с тобой обе там были. И под этим пресс-релизом поставлены четыре подписи, в том числе и твоя. Суть пресс-релиза в том, что некоторые СМИ неправильно поняли слова губернатора, а понимать их нужно следующим образом. И тут разразилась полемика, что за странная форма пресс-релизов, и мало того, написано от имени всех, кто побывал на встрече, подписали всего четыре, и на всю ночь в Фейсбуке, и ВКонтакте, и на сайтах. На все выходные. Значит, все выходные, была бурная переписка, как они смели от всех подписать, почему они, почему это подписали. Ну, в общем, весь этот букет, который очевидно, наверное, а может быть и нет, ты сама скажешь, должен был возникнуть после выхода подобного пресс-релиза. Может быть и нет. Как ты это прокомментируешь? У нас с тобой сегодня, Светлана, есть время на такой конструктивный, длинный разговор. Давайте сейчас я... Хочешь зайти с другой стороны, да? Да, немножечко с другой стороны и пошире посмотреть вообще на этот вопрос. Но ты на него ответишь. Обязательно. Я именно для этого сюда и пришла. Хорошо, так будет преамбула. Преамбула будет следующей. Давайте вот с чего начнем. Вообще начнем с той ситуации, которая на сегодня сложилась в информационном поле Кировской области. Это все как раз комментарии вот к этой ситуации. На мой взгляд, вот я сейчас, чтобы всем было понятно, выражаю именно свою личную позицию, как Елена Урмадская. А ситуация в Кировской области сложилась сложная. И скажу, что сложилась она не вчера. Серьезный стресс пережил весь регион, все общество Кировской области, все направления, все структуры в связи с арестом предыдущего губернатора Никиты Юрьевича Белых. Как бы кто к нему не относился, это действительно форс-мажор. Это действительно нестандартная ситуация для региона. В срок руководства регионом предыдущего губернатора сложилась определенная система взаимоотношений между разными институтами общественными, в том числе определенная система, опять же вот это слово, по взаимоотношению со средствами массовой информации. Ну правильно, они 7 лет выстраивали эту систему, каждая команда будет. И эта система каким-то образом работала. И каждый руководитель СМИ, журналисты понимали свое место в этой системе и систему взаимоотношений, в том числе с органами власти. Через разные формы, через разные методы работы. Это система пресс-конференций, брифингов, прямых эфиров, пресс-релизов и так далее. Усугублю не только информационное пространство, поскольку все общество это пережило. В состоянии вот этого стресса мы пребывали не один день, а длительное время. Период без времени, месяц, когда было непонятно вообще, что происходит, да, и что дальше будет. Затем 28 июля указом президента, руководителем региона, временно исполняющим обязанности руководителя региона, был назначен Игорь Владимирович Васильев. Опять стрессовая ситуация. Человек нам совершенно незнакомый. Мы услышали о нем, и все с вами коллеги, представители медиа-сообщества, начали изучать его биографию, его профессиональный путь, его компетентность в различных сферах деятельности. Конечно, строились догадки, как будет выстраиваться политика, как будут выстраиваться взаимоотношения по различным, опять же, сферам в регионе. Стресс? Да, стресс. Следующий этап – это почти стопроцентная смена правительства. Вся эта череда кадровых изменений, в том числе, если говорить о нас, как о средствах массовой информации, предыдущий состав правительства, те люди, которые работали годами, также выстроили свою линейку взаимоотношений со СМИ. Мы ведь с вами хорошо знали, с кем можно СМС-кой обменяться, кому можно на сотовой позвонить, кто-то общается только через официальные пресс-конференции. Кроме того, мы очень хорошо знали, по какому вопросу, кому конкретно обращаться. Эта система также ушла вместе с прошлым кабинетом министров. И опять же скажу, это все длительно по времени, это не один день. Многие СМИ, да все СМИ работают здесь и сейчас. Информ-поводы нам подкидывает жизнь не только ежедневно, ежечасно, ежеминутно и ежесекундно. Как правило, реагировать нужно очень быстро. Никакого, собственно, понимания, четкости в этих процессах до недавнего времени, да в общем-то и по сегодняшний день у руководителей СМИ, у главных редакторов, я думаю, что нет. Я думаю, тут со мной не поспорят никто. Ну, в общем, да, ты не первый в этой студии, кто говорит, что дайте людям пройти период становления, ко всем присматриваются, проанализируются программы, анализируются люди, отрасли и прочее. Да, это действительно так. Мы очень терпеливы и мы действительно в этом периоде ожидания, мы спокойно продолжаем свою работу, мы освещаем те события, которые происходят в регионе, мы освещаем те информационные поводы, которые поступают из правительства, те встречи, которые проводит губернатор. Но информации действительно недостаточно. Я очень хорошо понимаю Игоря Владимировича Васильева. Для него, как для человека, это ведь тоже стрессовая ситуация. Давайте не будем реветь душой, он сюда не в санаторий приехал. Та ситуация, в которой он оказался, ну, в общем-то, можно назвать ее очень сложной. Не только благодаря политическим каким-то процессам, да, необходимости кадровых изменений, вот этим моментам, но и в том плане, что Кировская область действительно находится в сложной ситуации, в том числе экономической ситуации. И Грио губернатор неоднократно это озвучивал, что минус в бюджете на сегодня составляет миллиарды рублей. Это не просто слова и не просто цифры. Думающие люди и понимающие люди думают, ну, хорошо понимают, что не до общения СМИ, не до пиара, надо разобраться с экономикой, надо разобраться с производственными процессами. И вот прошло почти пять месяцев. Ну, четыре с небольшим. За этот период уже какие-то шаги сделаны. Мы не оцениваем работу временно исполняющего обязанности на вот этом посту. Маленький срок. Во-первых, тут невозможно пока каких-то гор свернуть и что-то сделать. И не собираемся и даже оценивать. Мы не торопим события. И мы дождались, собственно, того момента, когда сам Игорь Владимирович стал готов к встрече с руководителями СМИ. Здесь нужно просто пояснить, потому что мы впервые эту тему поднимаем сейчас в эфире. В нашей радиостанции на прошлой неделе состоялась встреча Игоря Васильева с руководителями СМИ. Там были главные редакторы, директора, там были журналисты, которые вот большой такой компанией пришли туда. И, честно говоря, судя по лицам, по выражению лиц, когда началась вся эта встреча, тоже не понимали, как пойдет разговор и о чем, собственно, будет разговор. Да, действительно так. Вот прежде чем перейти к разговору о работе и встрече, вот что еще хотела бы сказать. Я очень хочу напомнить радиослушателям, тем, кто подзабыл, например, или кто вообще не знал, я три года работала главой департамента информационной работы Кировской области. Ну, во-первых, я именно поэтому хорошо понимаю, что чувствует глава региона, какую ответственность он несет за регион, за почти полтора миллиона жителей этого региона. А во-вторых, я думаю, что вряд ли кто-то позволит себе оспорить мою компетентность вот в каком вопросе. Еще будучи главой департамента и позже, у меня есть опыт жизни в другом регионе, я жила и работала в Воронеже, и курировала предприятия в Липецке, Брянске и Белгороде, и хорошо знакома с ситуацией региональных СМИ в других регионах. И вот что хочу сказать, это мое прямо официальное заявление, по уровню развития региональных СМИ, по количеству СМИ, Кировская область фору даст многим и многим другим регионам Российской Федерации. Даже те, которые крупнее нас? Да. Потому что Воронеж все-таки миллионник. Город-миллионник, однако у нас на 500 тысяч жителей областного центра, ну и миллион 300 с небольшим населением Кировской области, у нас как минимум 5 телекомпаний со своими региональными новостными вставками. Мы сейчас должны будем прерваться буквально на одну минуту. Слушай, я давно с тобой, конечно, не разговаривала так официально в эфире, но судя по тому, как ты предметно и подробно подводишь к своему ответу, да, действительно, я даже подзабыла, действительно, что ты работал в правительстве. Это было до Никиты Юрьевича Белыха. С Никитой Юрьевичем. И с Никитой Юрьевичем тоже. Одна минута перерыва напоминает особое мнение Елены Урмацкой, заместителя председателя Союза журналистов Кировской области. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает заместитель председателя Союза журналистов Кировской области Елена Урмацкая, которая напомнила нам до ухода на перерыв, что в свое время она возглавляла Департамент информационной политики. При губернаторе это было при Шарлинии и на начальном этапе работы Никиты Юрьевича Белыха. Итак, продолжим. В общем-то, не об этом речь, а о степени развития медиа-сообщества в Кировской области. Так вот, у нас действительно очень сильное медиа-сообщество, у нас очень сильные СМИ. Региональная журналистика много лет оттачивала свое мастерство. Вот я говорила о том, что у нас пять телекомпаний со своими новостными блоками. У нас большое количество газет, уникальный газетный регион. И бесплатных, и платных, и рекламно-информационных, и общественно-политических. Большое количество радиостанций, разговорных в том числе радиостанций, не только музыкальных. У нас много сильных интернет-ресурсов. Причем с уникальными аудиториями, многотысячными аудиториями. Давай скажем, раз уж ты у нас первый раз в эфире, что ты возглавляешь один из таких ресурсов Кировнет. Да, интернет-портал Кировнет, это тот ресурс, которым я руковожу. Так вот, речь не только о Кировнете, на самом деле у нас много интересных и сильных, в том числе интернет-площадок. И они развиты и развиваются. Грамотность и мастерство журналистского сообщества высокое. И очень высокий уровень медиа-менеджмента. Я это говорю для чего? Да, я хотела сказать, к чему ты ведешься. И к чему я веду. А вот нами очень сложно управлять. Ведь то, о чем мы сейчас говорим, информационная политика, это очень тонкая материя. Это ведь идеология. И с точки зрения, например, власти, выстраивать диалог с журналистским сообществом и медиа-сообществом, это особое искусство. Ведь нужно, чтобы тебя услышали. И не раз услышали, а слышали постоянно. Какими бы ни были благими дела, поступки, если информация об этом поступила, скажем так, искаженной, то сам благое поступок, в общем-то, нивелируется. Нами сложно управлять, как правило. Почему я говорю, что очень высокий уровень медиа-менеджмента? Многие средства массовой информации у нас находятся на самоокупаемости. Более того, я скажу, приносят прибыль своим акционерам. Они не подсажены на иглу госконтрактов. И если в какой-то момент финансирование со стороны власти прекращается, в общем-то, средства массовой информации прекрасно продолжают жить. Это я говорю к тому, что финансами идеологию в данном случае регулировать невозможно. Или возможно только в узкой какой-то степени. Так вот, конечно же, исходя из этого, диалог выстраивать нужно. Выстраивать нужно. Диалог новой власти и СМИ. И СМИ. И на основе системы взаимоотношений. Ни разовых каких-то встреч. Ни разовых каких-то радиопередач, телепередач. Это должна быть понятная, предсказуемая система для обеих сторон. И для медиа-сообщества, и для власти. А скажи, пожалуйста, вот ты как человек, который опытный в смысле выстраивания такой политики, да, еще раз напоминаем, что работала главой департамент информационной политики Кировской области. А сколько времени обычно это занимает, когда формируется новая команда? Потому что, еще раз напоминаем, четыре с половиной месяца прошло с момента прихода Литвы Васильева. Очень сложно, Свет, ответить на данный вопрос по одной простой причине. Ситуация в регионе нестандартная. Поэтому я не смогу сейчас прокомментировать, сколько нужно времени в данной ситуации. Вообще, в идеале сразу. В идеале сразу. Такой не бывает никогда. Конечно, конечно. Но в любом случае эта система выстроена должна быть. Когда это будет... Да, вот перейдем. Конечно же, вот эта встреча с главными редакторами, которая проходила на прошлой неделе, она должна была, скорее всего, стать отправной точкой нашего, собственно, знакомства, каких-то договоренностей взаимных. Ну, собственно, это и декларировала Игорь Васильев. Да, и дальше пошли. Ну, что касается этой встречи. Она сама по себе уже информповод. И сама по себе точно является темой для того, чтобы о ней поговорить. Мне, во-первых, непонятен состав участников. Почему? Потому что я не увидела многих лиц, действительно сильных в журналистике, редакторов каких-то СМИ. Возможно, вот такой состав определен тем, что еще не очень хорошо с нами знакомы. Вот поэтому. Однако на будущее, например, какое-то общение можно более широкий, например, круг людей приглашать. Потому что так оказалось, что там я не был, и я тоже не был. Это для того, чтобы нейтрализовать какие-то негативные моменты на входе. А почему меня исключили из этого круга? Да, вот вопрос сразу возникает у тех, кто не был. А что, собственно, за закрытой такая встреча произошла? Вот именно. Если глава региона знакомится со СМИ, впервые выходит, да. Причем он, кстати, довольно эффектно вышел, я бы сказала, и произвел хорошее впечатление. Очень. А почему здесь и начинают строиться домыслы? Чтобы не было этих домыслов, должны быть критерии понятны. По каким критериям подбирается состав участников? Мы же с вами все очень свободненькие, мы же очень все самодостаточные, с высоким мнением о своем средстве массовой информации. И нам, конечно же, может быть обидно, если кого-то позвали, а кого-то не позвали. Это важный момент в работе со средствами массовой информации. Потому что человеческий фактор здесь исключать нельзя. Мы все с вами люди. Тем более люди... Особенно когда это первая встреча официальная. Да. Ну и первая, и все последующие. И знаете, вот еще есть интересная особенность у журналистского сообщества. Мы эмоциональны. Мы всегда душой воспринимаем любые события, а тем более то, что касается медиасферы. Вот. В общем-то, я как заместитель председателя Союза журналистов, в данном случае скажу, что можно привлекать и Союз журналистов, например, при формировании каких-то там тех же списков, чтобы не было никого, например, от районных СМИ на этой встрече. А у нас есть сильные медиаресурсы не только в областном центре, но и в районах Кировской области. Это очень сильные. Да. Поэтому... Максимально цитируемые СМИ есть в районах. Итак, ну, в общем-то, встреча состоялась... Приступай. Да, ну, в общем-то, да. Ну, нет, вот это тоже важный момент, да, подбор участников. Ну, в общем-то, встреча состоялась в том формате, в каком она состоялась. Формат был не очень понятен, честно говоря, что это пресс-конференция. Нет. Диалог, ну, на какие темы диалог? На тему взаимодействия или на тему больных точек сейчас, да, в Кировской области? Ну, поговорили. Я для себя на самом деле увидела позитивный момент. Я не знаю, насколько остался удовлетворен, например, губернатор встречей с нами. Устроил его такой формат. Не устроил. Не очень понимаю, насколько удовлетворены другие руководители средств массовой информации Кировской области после этой встречи. Что позитивного увидела я? Мне удалось на этой встрече договориться о знакомстве с заместителем председателя правительства Кировской области Владимиром Андреевичем Бекетовым, человеком, который как раз курирует вопросы взаимодействия со средствами массовой информации. Вот в этом, в общем-то, большой позитив, потому что встреча по итогам состоялась. И вот об этом тоже хотела бы поговорить. А ты туда, на эту встречу шла как представитель Союза журналистов или по конкретно по своим вопросам по своему СМИ? Только как заместитель председателя Союза журналистов. Не по вопросам интернет-портала Кировская. На эту встречу мы пришли вместе с председателем Союза журналистов, Евгением Михайловичем Дроговым. И я думаю, что медиасообщество тоже будет это интересно. Я даже озвучу, обязательно озвучу, о чем, собственно, мы договорились. Во-первых, встреча была очень конструктивной. По конкретным вопросам. Владимир Андреевич выразил готовность и желание принять участие в заседании правления Союза журналистов. У нас ближайшее правление состоится в январе. Напомню тем, кто, в общем-то, не знает, или скажу вновь, что в правлении Союза журналистов 11 человек. Это известные медиафигуры. Среди них, помимо нас с Евгением Дроговым, это, например, Николай Голиков. Известный всем наш сотрудник и спикер. И главный редактор товара «Деньги. Товар журнала». Это Олег Прохоренко. Тоже известный нашим слушателям. Вадим Комков. Андрей Геннадьевич Полозов. Представитель районных СМИ. Представитель старшего поколения журналистики Владимир Семенов. Который долгое время руководил ВГТРК. То есть сообщество такое и многообразное. И уже с историей в медиа. На этой встрече, по нашему собственному предположению и по договоренностям с Владимиром Андреевичем, мы и будем рассматривать вопросы, я думаю, в том числе, по структуре и по системе взаимодействия со средствами массовой информации. У вас есть предложения? Конечно. Я думаю, что и у него тоже предложения будут. У Бикетова, например. Да, конечно. Владимир Андреевич Бикетова. И это вполне даже хорошая площадка для разговора. Единственное, что узок круг правления. И что это за организация такая, союз журналистов. Да, я хотела бы задать этот вопрос. Об этом тоже поговорим. Так вот, да, тоже у меня все запланировано. Итак, мы с Владимиром Андреевичем договорились о том, что он к нам придет на заседание правления. И о тех возможных мероприятиях совместных, которые проведут союз журналистов при поддержке правительства области. Сразу же озвучу. Союз журналистов планирует проведение конференции со всеми членами союза журналистов. Это предварительно намечено на февраль-март следующего года. И мы пригласили к участию в этой конференции в Рео губернатора Игоря Владимировича Васильева. Владимир Андреевич Бикетов подтвердил, что это вполне реально. И, в общем-то, это хорошая площадка для того, чтобы пообщаться с журналистским сообществом. Тем более в составе союза журналистов не только областные журналисты, но это и журналисты и редакторы районов Кировской области. Затем мы проговорили возможность проведения конкурса журналистских работ по разным номинациям и по разным жанрам. Отдельно тележурналистика, печатные СМИ, радиоэфир, интернет. Вот, кстати, эту удочку, по-моему, закидывал как раз Игорь Владимирович на встрече, да, про конкурс он говорил, что может быть. Я, кстати, тогда удивилась, почему никто из наших, что называется, не сказал, что их аж три у нас этих конкурса проводятся. На Семи холмах конкурс мэра города, да, и конкурс, дай бог память, ОЗС был. Сейчас не знаю, есть он или нет, поскольку финансирование сократилось, то вот не знаю. То есть, собственно говоря, мы были не без конкурсов. Конечно, мы были не без конкурсов, но вот последний год у нас в этом году не проводился фестиваль. Конкурс в какой-то степени там был-не был, скажем так, я имею в виду именно областной. Не городские, а именно областной. И, во всяком случае, на следующий год мы эту договоренность закрепили. И здесь вопрос лежит не в финансовой плоскости, а именно в организационной. Сейчас нам придется прерваться на две минуты буквально на рекламу. Не уходите, пожалуйста. Вы слушайте особое мнение заместителя председателя Союза журналистов Кировской области Елены Урмадской. Программа «Особое мнение» в эфире. У микрофона Светлана Занько. И сегодня вы слушаете особое мнение заместителя председателя Союза журналистов Кировской области Елены Урмадской. Итак, мы до сих пор не ответили на мой первый вопрос насчет подписания пресс-релиза под заголовком «Прямая речь». Однако я тебя не тороплю, потому что все моменты, которые ты излагаешь, обсуждаешь, важны. Я вижу, как они важны для тебя. Я думаю, что они, в принципе, важны тоже и для сообщества, поскольку действительно сейчас идет формирование взаимоотношений СМИ и нового правительства. Я сама сделала этот вывод, побывав на встрече, насколько идет прощупывание территории, понимание, кто такие мы, кто такие они, друг на друга смотрели. Потому что помнишь, как начиналась встреча с губернатором, который сказал, что-то все такие хмурые замерзли, что ли? Ну, то есть, да? Хотелось бы, чтобы никто не замерз, а пошла какая-то такая работа. Ну, вот то, о чем ты сегодня говорила. Ну, и вот в продолжении, в общем-то, о чем мы еще договорились с Владимиром Андреевичем Бекетовым, о совместном проведении фестиваля, о возможном совместном проведении фестиваля, пока это только организационная договоренность и без финансовой, еще раз повторюсь, плоскости. Подробно обо всех этих моментах мы будем говорить уже в рабочей ситуации на правлении. Так вот, а теперь, собственно, о том, о чем? О ситуации с пресс-релизом, о свободе слова и прочем. Что могу по этому поводу сказать? Можно я процитирую для наших слушателей еще раз? Значит, пресс-релиз следующего содержания. Некоторые средства массовой информации неверно истолковали смысл того, о чем говорилось на встрече в Рио губернатора Кировской области Игоря Васильевна с редакторами 7 декабря. На встречу, напомню, мы обсуждали важнейшие сложнения и сложнейшие вопросы Трампа-пам-пам и дальше, собственно, фраза, которая явилась камнем преткновения. Конкретный пример истории с вновь открывшимся судебным процессом героя которого Навальный. Вывод, дайте, наконец, поставим точку в этом вопросе, избавьте информационное пространство от Навального, отпустите его из этого информационного пространства. Это вот я сейчас читаю пояснение к словам Васильева, которые он произнес. Там что-то было такое, типа, отпустите уже этого Навального. Сколько можно, пусть делает, что хочет. Как-то так он сказал. Ну, и честно говоря, практически ни у кого в голове из сидящих там не возникло никакого другого ощущения, но было тяжело обойти эту фразу. Понятно. Конечно. Вот мне вообще очень даже это все понятно. Тут вся коллизия в том, что я поставила подпись под этим материалом, остальные не поставили подпись под этим материалом. Я на самом деле не знаю, у кого спрашивали желание поставить эту подпись, у кого не спрашивали. Почему? Я лично от себя приняла решение этот материал подписать своим именем. Я понимаю, что уточнение данной информации было в рио губернатора необходимо. Необходимо. В дальнейшем такие уточнения, я надеюсь, не потребуются. Если будет выстроена та система взаимоотношений со СМИ, о которой мы говорим, возможно, не потребуется. Ну, потребуется, так потребуется. Я лично поддерживаю Игоря Владимировича Васильева. Я, опять же, лично даю ему большой кредит доверия. И я очень хочу, чтобы тот его рабочий, реально деловой настрой на позитивные изменения в экономике региона, чтобы он не пропал. Я боюсь, слово даже боюсь, что этот настрой может утонуть в негативном информационном поле. Я знаю, как легко сбить и даже убить человека, а мы с вами очень сильны. И наше информпространство может очень многое. В данном случае я его поддержала лично. Не вдаваясь в подробности. Не вдаваясь в подробности. А вот у меня тогда вопрос к тебе. А почему это не сделали, как вот бывает, делает Песков? Когда тоже приходится истолковывать слова Владимира Владимировича Путина. Он выходит и говорит, как пресс-секретарь. Значит, вот эти слова Владимира Владимировича, там имелось в виду вот это. То есть в данном случае просто нет такого человека, который занимал бы официальную должность и мог бы такие вещи делать. Чтобы не надо было привлекать срочным успехом, потому что довольно срочно пресс-релиз был размещен. Видимо. Мы ведь, Светлана, можем только догадываться об этом. Почему было сделано так, а не было сделано по-другому. Во всяком случае, я знаю, как важна бывает поддержка общества в конструктивных начинаниях. Тем более, вот в такой сложной ситуации, в которой находится Кировская область. Маленькое лирическое отступление. Я знаю, что в истории Кировской области уже были моменты, когда общество негативно отреагировало на новшество, на начинание. В результате регион потерял очень многое. Со слов общественника более взрослого, во второй половине прошлого 20 века, когда руководство Советским Союзом еще рассматривало площадки для строительства автоваза, одной из площадок рассматривался Котельнич. Но тогда поднялась общественность, а экология, а это, а такие вопросы. В результате было выбрано Тольятти и Самарская область. А мы с вами благополучно пребываем в том, в чем мы пребываем. Я думаю, что это не единственный пример. Поэтому информационный настрой и позитивный информационный настрой, это очень важно. В общем-то, еще хотела бы что сказать. Вот конкретно... По встрече мы хотели вернуться туда. Ты помнишь, там был вопрос такой, я очень хотела, чтобы ты его прокомментировал. Нет, 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 я вот еще что скажу. Я думаю, что мы, как СМИ, можем поддержать, можем не поддержать. В том или ином вопросе, по вопросу на войну. Вот все-таки, да? Да, с удовольствием давай. Это же важно. Вот лично я, как человек, как руководитель интернет-портала Киров.нет, не против публикаций, материалов по этой ситуации с Кировлесом. Мало того, на интернет-портале Киров.нет они регулярно появляются. Как и любой другой информационный повод, который имеет место быть. В данном случае я слова губернатора и позицию губернатора понимаю. В плоскости давайте все-таки формировать имидж Кировской области и с позитивной точки зрения, и говорить и о других моментах, которые у нас происходят. Давайте не будем зацикливаться конкретно на этом, но освещать и другие события. И еще, пока у нас есть, еще немножко времени осталось, очень важно по свободе слова. Как я ее понимаю? Право на высказывание своей позиции имеет каждый гражданин Российской Федерации. В том числе и я. Где-то в соцсетях, я уже не помню, где много с кем-то переписываюсь, мне задали вопрос, а какое это вы имели право говорить за всех, там что-то... Мы возвращаемся к пресс-релизу «Прямая речь», потому что пресс-релиз был от имени всех присутствующих на встрече, подписали всего четыре человека, три по факту, как оказалось. За всех я не скажу. Я имею право подписывать за себя. И это право дано мне Конституцией Российской Федерации, это право дано мне при рождении. Оно не больше и не меньше, чем у всех остальных. Оно точно такое же. И то, что касается свободы слова и многообразия точек зрения, в данном конкретном случае я поддерживаю, в каком-то другом случае я могу не поддержать. В зависимости... Многообразие точек зрения? Это, например, вот моей позиции, да, по каким-то. Многообразие точек зрения, в том числе и средства массовой информации, и редакции, и СМИ, сами выбирают свою редакционную политику. По каким-то моментам они поддерживают, например, действия власти, и какие-то моменты им кажутся спорными. Лена, скажи, пожалуйста, вот ты описала в самом начале нашего разговора кировские СМИ и оценила их очень высоко. Да. Очень высоко. Вот когда вы будете встречаться снова с Владимиром Андреевичем Пикетовым, возможно, Владимиром Васильевичем... Господи, Игорем Владимировичем Васильевым. Все кругом, Владимир Ильич. Ты Владимировна? Я Анатолия Владимировна. Я Владимировна. Извините, что ли. Да, сейчас запуталась. Вот как ты думаешь, вы будете беседовать, будут тебя спрашивать, что из себя представляют кировские СМИ? Ну, в общем-то, с этой целью прошел мониторинг, вот встречались с нами тоже с этой целью. Что ты им скажешь? Нужно ли нас менять? Нужно ли нас корректировать? Ну, слушайте, ну как нас можно поменять? На самом деле, мы ведь все очень самодостаточные люди. Мы развитые люди. Что значит нас корректировать? Я скажу, с нами нужно выстроить систему взаимоотношений. Понятно? Для всех сторон. Мы союзники в развитии Кировской области. Цель-то одна. Мы живем в этом регионе. Мы сами выбрали Кировскую область местом своего жительства. И мы точно заинтересованы в том, чтобы здесь было хорошо, чтобы здесь было благополучно для всех жителей. И кто, как ни СМИ, может быть одним из главных помощников для власти и главным помощником для населения. Ты не чувствовала за эти пять месяцев? Я прям такие вопросы, извините, тупенькие задаю, но надо. Не чувствовала вот этого самого давления, попытки переиначить, спустить что-то сверху вниз и прочее? Нет. Нет. Я нет. Я и за эти пять месяцев не чувствовала, и до этого я не чувствовала. Интернет-портал Кировнет всегда был независимым. Это я к свободе слова просто. Как ты думаешь, какая обстановка будет складываться у нас в дальнейшем? А вот посмотрим. Вот на самом деле посмотрим. Это, в общем-то, пока вопрос только ожиданий, каких-то домыслов. То, что касается, например, Кировнета. Портал, напоминаю, который возглавляет. Да, интернет-портал Кировнет с многотысячной аудиторией. Мы никогда не чувствовали давления. Мы не согласовывали свои материалы с предыдущим руководством. Мы не носили на подпись темы для публикации. Мало того, я скажу, что я как руководитель не вмешиваюсь в редакционную политику. Есть редактор, есть журналисты. Они сами выбирают информповоды, они сами пишут эти материалы. Тут вопрос доверия. Доверяю я как руководитель или расстаюсь? Я доверяю. Как будет выстраиваться дальнейшая работа руководства региона со средствами массовой информации? Посмотрим. Мы, во всяком случае, я от себя скажу, настроены на конструктивную работу. Мы живем с вами в 21 веке. Мы живем в демократическом обществе. И я надеюсь, что эта работа будет основана на демократических принципах с соблюдением свободы слова, с уважением позиций редакции. И очень хочу, чтобы власть в регионе не забывала о том, что мы настроены положительно. Да, время программы подошло к концу. Вот такое, я бы сказала, длинное, всеобъемлющее и подробное обращение Елены Урмадской к новым властям в отношении взаимодействия со СМИ. Я надеюсь, что нас очень внимательно слушали и тебя услышат. Это было особое мнение заместителя председателя Союза журналистов Кировской области Елены Урмадской. У микрофона была Светлана Занькова. Всем до свидания.